Этот несмышлёнош на выставке впервые. Среди породистых титулованных кошек он чувствует себя неловко. Месяц назад котёнка нашли в луже, прямо на дороге, с переломанной лапой. На передержку в свой приют его забрала Ольга Скопинцева. Вылечила, выкормила. И сегодня он здесь, чтобы найти новых хозяев. Такие выставки Ольга не пропускает. Привозит сюда животных из своего приюта. Сейчас у неё дома в селе Большое Енисейское живёт 80 собак и 7 кошек. Мне их жалко. И жалко. И я считаю, что каждое животное имеет право хотя бы шанс получить на жизнь. В детстве мама ругала меня жутко. Очень жутко. И попадала постоянно. Уйдёшь на улицу, придёшь, 2-3 котёнка принесёшь. И так с детства и таскают. Сейчас вот натаскала. Хочется. Вот уже три года Ольга сотрудничает с клубом любителей кошек Китти Френд, который проводит выставки продажи животных. Это мероприятие уже третье в этом году. Каждое первое воскресенье месяца в торговый комплекс «Модный» со своими питомцами соезжаются любители кошек из Биска и Барнаула. В этот раз на выставке было около 40 животных. Всего 10 разных пород. Но всё же главная цель выставки – благотворительная. Все желающие могут принести всегда то, что понадобится любому питомцу. Это миски, карма, наполнители, поводки, ошейники, игрушки, лекарства. Эта выставка для нашего героя стала судьбоносной. Сегодня он получил имя и хозяина. Точнее, хозяйку. Елена Федорук, увидев рыжика, сразу поняла, что это Марсик. Просто понравился. Понравился и всё. Хороший. За три мероприятия уже более 20 кошек и собак из приюта попали в добрые руки. Очередные бездомные судьбы могут измениться 2 августа. На этот день уже назначена следующая выставка. Любителей животных при этом ждёт сюрприз. Организаторы устроят для кошек аджилити. Это прохождение полосы препятствий. Участвовать может любой житель города со своим питомцем. С котом, с котёнком, с кошкой. Единственное условие – он должен не бояться и пройти эту полосу как можно быстрее. Приз – Кубок Сибири. Такие соревнования для кошек появились всего 10 лет назад в Америке. Сегодня они уже популярны в Москве и Санкт-Петербурге. А у нас в Сибири пройдут впервые. Татьяна Свинаренко, Андрей Огрызков. Новости ОТН.